В начале совещания глава сообщил, что с 1 февраля председателем Комитета по культуре, спорту и молодежной политике назначена Анна Королева. Андрей Николаевич вручил диплом лауреата регионального конкурса творческих работ, учитель здоровья России в 2017, педагогу третьей школы Светлане Петровой и поздравил ее с победой. В настоящее время администрация Десногорска разрабатывается стратегией социального и экономического развития нашего города на период до 2030 года. В рамках разработки этой стратегии, а также в рамках реализации проекта гражданин страны Росатом, нами подготовлен план мероприятий по общественному обсуждению направлений, которые будут включены в эту стратегию, а именно экономическое развитие, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, спорт, молодежная политика, общее дошкольное дополнительное образование, организация муниципального управления. План проведения дискуссионных площадок с привлечением общественности и всех заинтересованных лиц размещен на сайте. Коммунальные службы борются с последствиями большого снегопада. Продолжаем бороться в дворах с последствиями снегопада выходного дня. Персонал выведен, работает, дорожки расчищены. С завтрашнего дня планируем начать вывоз снега из дворов. Сегодня техника работает, придана в помощь службе благоустройства. В Весногорске стартовали Олимпийские дни баскетбола. С 8 по 9 февраля в нашем городе стартует праздник Олимпийские дни баскетбола. Мы приглашаем всех желающих 8 февраля в 15.00 на торжественное открытие, которое состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В 18.00 на Олимпийское баскетбольное собрание в Некрином. 9 февраля в 14.00 мы приглашаем всех в Центр культуры и молодежной политики на творческую встречу с актерским составом кинофильма «Движение вверх». В 18.00 физкультурно-оздоровительный комплекс Десна на торжественное закрытие. Отдел социальной защиты Десногорска информирует руководителей предприятий города. В городе Сочи в период с 9 по 13 апреля будет проходить неделя охраны труда. Поэтому до 1 марта 2018 года нужно подать информацию в Департамент по социальному развитию о делегациях или делегатах нашего города, которые будут принимать в этом участие. По результатам мониторинга в школах заболеваемость регистрируется менее 20%. Учебные занятия проходят в обычном режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова